Чего нам ждать в ближайшие годы? Покорение каких новых высот? Уважаемый Василий, вот сложный вопрос. Я не вижу политической воли в Соединенных Штатах, которая позволила бы решить задачу пилотируемого полета на Марс. То есть вопрос стоит так, кто первый будет? Или Китай, или США? Россия, конечно, вне игры, это понятно, абсолютно, даже говорить не о чем. Причем давно, собственно говоря, вся эпоха путинизма, с самого начала путинизма Россия вышла из игры. Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые зрители канала Субиньюз. Мы начинаем нашу очередную передачу, нашу очередную программу с нашим гостем. Это Дмитрий Борисович Зотьев, доктор физико-математических наук. И сегодня мы будем говорить о круглой дате. Во-первых, здравствуйте, Дмитрий Борисович. Здравствуйте, уважаемый Василий. Здравствуйте, уважаемые зрители. И во-вторых, мы выпускаем нашу передачу ровно в дату, когда 50 лет назад, ровно 50 лет назад, нога человека впервые вступила, и корабль с человеком впервые приземлился на наш единственный естественный спутник, который называется Луна. Это совершил американский корабль. Это знаменательное событие в истории человечества, наверное, не менее знаменательное. Стоит в одном ряду с первым полетом человека в космос, с запуском первого искусственного спутника Земли и, наверное, с изобретением компьютера и интернета. Дмитрий Борисович, конечно же, как кому не вам провести передачу на эту тему и вспомнить это знаменательное событие, тем более дата не менее знаменательная, ровно 50 лет прошло. Пожалуйста, вам слово. Ну, событие, безусловно, потрясающее. Я бы начал с того, что сказал бы, что, пожалуй, это более выдающееся событие, чем все-таки даже первый запуск человека в космос и даже чем первый искусственный спутник. По своей сложности, по своей эффектности, по своей какой-то фантастической содержательности, безусловно, я ставлю это событие в приоритет перед всеми космическими событиями. И, безусловно, может быть, даже это самое выдающееся событие 20 века. Я бы даже так осмелился его классифицировать. Ну и, конечно, нужно вспомнить, сегодня 50 лет. Вот, казалось бы, кто бы мог подумать, но мы дождались, что уже прошло полвека с этой потрясающей датой, с этого момента, когда человек впервые вступил на поверхность Луны. Конечно, нужно сразу вспомнить, что этому предшествовали еще два полета на Луну. То есть, все-таки это не был первый полет. Итак, Аполлон-11 20 июля 1969 года совершил посадку на поверхность Луны. Это была первая экспедиция на наш спутник. Но этому предшествовали полеты кораблей Аполлон-8 и Аполлон-10, которые облетели Луну, но на Луну не высаживались. То есть, они готовили почву для Аполлона-11. Аполлон-8 совершил просто облет в 1968 году. А в 1969 году, в начале года, Аполлон-10 провел разведку и снизился, в общем-то, на достаточно близкой к поверхности Луны, но садиться на нее не стал. Его задача была проверить все системы снижения, что и было сделано успешно. И присмотреть место посадки, кстати говоря, прицелиться к месту посадки для Аполлона-11. Так что, фактически, Аполлон-10 приготовил место для Аполлона-11. Ну и давайте начнем. Как я уже сказал, осталось напомнить время. Это началось 16 июля, собственно, 1969 года. Началась эта беспримерная экспедиция. В 8.32 утра по времени. Ну, как оно сейчас называется? Всемирное координированное время. Тогда это еще называлось по Гринвичу. Значит, с мыса Канаверал стартовала ракета Сатурн-5 с кораблем Аполлон-11. И, пожалуйста, первый слайд. Вот мы видим эту великолепную ракету. Конечно, все видели эти кадры, как она взлетает, как там с нее облетают куски льда. Ну, поскольку заправлялась жидким водородом вторая и третья ступени. Ну, и жидкий кислород, как бы, на всех трех ступенях, ступенях, естественно, ступенях, извините. Вот. Ну, а здесь кадр, ну, тоже достаточно известный, но весьма выразительный. Это вот Сатурн-5 в стратосфере. То есть, при низком давлении факел раскрывается в все стороны и начинает напоминать какой-то гигантский, роскошный цветок. Вот так она выглядела. На достаточно большой уже высоте. И как это все происходило? Давайте просто просмотрим. То есть, как бы, вот пройдемся по следам этой миссии. Основные моменты я хочу, так сказать, вспомнить. По возможности что-то рассказать не столь известное, достаточно интересное, я надеюсь, будет нашим слушателям об этом. Ну, и кое-что, конечно, люди знают, слышали. Естественно, об этом много чего. Ну, давайте. Значит, все началось с того, что ракета вышла на околоземную орбиту. То есть, третья ступень с кораблем «Аполлон» после сброса первых и второй ступеней совершили приблизительно полтора века вокруг Земли. И через, вот, приблизительно через два, почти через три часа, там, ну, без малого, вот эта система, то есть, третья ступень плюс корабль «Аполлон» совершила маневр выхода на транслунную орбиту, так называемую. То есть, на орбиту полета к Луне. Значит, после этого, ну, произошло довольно быстро, примерно в течение полутора часов, произошла первая, как бы, перестройка всей этой системы, довольно интересная. То есть, ведь она была скомпонована как? Третья ступень. В ней находилась, вот, в передней части хранился лунный модуль. Как бы был вставлен в нее, вот, как в такой контейнер своего рода. А за ним уже пристыковывался, собственно говоря, сервисный и командный модуль, то есть, корабль «Аполлон» как таковой. И вот, примерно в интервале от трех до четырех с половиной часов после взлета с Земли произошла перестройка всей этой конструкции. Значит, во-первых, сервисный модуль, то есть «Аполлон-11», отстыковался от третьей ступени, потом он перевернулся на 180 градусов, повернувшись носом к ней, и состыковался с лунным модулем. Потом дал задний ход, как бы отошел немножечко вперед от третьей ступени, и вытащил лунный модуль наружу, как вот из какого-то, знаете, из контейнера. И снова перевернулся на 180 градусов. После этого было сделано небольшое ускорение, и «Аполлон-11» с кораблем, с лунным модулем, пристыкованном к носовой части, отправился вот в полет к Луне. Ну, то есть, фактически можно считать, что полет к Луне начался через 4 часа после старта с Земли. Второй слайд, пожалуйста, покажите. Вот так выглядел аппарат, тот, о котором я сейчас говорил, в то время как он летел к Луне, в то время как он обращался. Ну, здесь он показан на орбите Луны. Ну, я должен сразу, конечно, пояснить, что это, безусловно, некий монтаж. То есть, это нереальный снимок. Ну, нельзя было вот так сфотографировать. «Аполлон» с лунным модулем некому было фотографировать. Как бы, не было аппарата, который мог его с такого расстояния снять. Вот. Поэтому остались видео командного модуля, снятые с лунного модуля. Естественно, видео фотографии самого лунного модуля с командного модуля. Но, как бы, вот такой фотографии быть не могло. Но, тем не менее, она вполне точно воспроизводит вот эту конфигурацию. Вот в таком виде он летел к Луне. И путь до Луны занял трое суток. То есть, вот буквально ровно трое суток. 72 часа, там, с какими-то скопиями, с минутами. Значит, за все это время была сделана всего одна коррекция орбиты. То есть, примерно через 26 с половиной часов после старта с Земли была сделана одна небольшая коррекция орбиты с поправкой скорости, там, буквально на 6 метров в секунду. То есть, расчет был очень точен. И практически, вот таким образом, вполне благополучно корабль добрался до Луны. И через 76 часов после старта с Земли вышел на окололунную орбиту с параметрами 95 на 271 километр. Ну, то есть, достаточно такой вытянутый элипс был вокруг Луны. Высоколепт, ну, достаточно литическая орбита. Но, приблизительно через 4 часа был сделан маневр, как они это называют, ну, в общем, выпрямление орбиты, чтобы она приняла более-менее круговую форму. И орбита, то есть, через 80 часов после старта орбита приобрела приблизительно форму окружности. Ну, это было еще и элипс, но уже достаточно такой, достаточно слабо вытянутый. с параметрами орбиты от 85 километров до 105 километров. Ну, в среднем 96 километров, или там, как они описывают, 60 миль. И вот на этой орбите он вращался вокруг Луны. После этого, значит, команда вошла в модуль. Ну, там, Олдрин, Амстонг, посетили лунный модуль, там, включили питание, предварительные его, так сказать, системы питания, какие-то определенные, так сказать, подключили его цепи. Вот. И отошли в период, как они называют, период сна. То есть, как бы команда заснула, то есть, проспали они там порядка 12 часов, довольно прилично. И через, фактически, через, потом, потом после этого, значит, приготовились к высадке, опять же, вошли снова в модуль. Ну, там долго, это долгая история, там много что происходило, там, сам процесс, так сказать, подготовки модуля к отстыковке, переодевания в скафандры. Проверка всех систем. Но в конечном счете, через 100 часов после старта, произошла отстыковка лунного модуля от корабля Аполлон. Слайд 3, пожалуйста. Покажите. Сейчас я поясню, как все происходило, как происходила посадка. Значит, итак, таким образом, с момента прибытия к Луне, Аполлон-11 пробыл на орбите около Луны приблизительно, ну, почти сутки. Да, практически ровно сутки, с момента, когда он расстыковался с Луным модулем, и началась, собственно, самовысхода. То есть, вот так все происходило. То есть, далеко не сразу, вот, прилетели, сели, и так дальше. Все было гораздо сложнее, на самом деле. После этого начался, вот, на слайде 3, мы видим маневр, маневр снижения лунного модуля, маневр посадки. Ну, то есть, собственно говоря, сама схема посадки, вот давайте на нее посмотрим, я прокомментирую. Значит, на, вот, приблизительно, через 100 часов, с момента начала полета, произошла расстыковка. Вот справа мы видим, там, надпись Андокин, вот стрелочка вправо, указывает на Солнце. Вот это точка расстыковки лунного модуля с сервисным и командным модулям. Кстати говоря, лунный модуль назывался Орел, а командный сервисный модуль, сам корабль, Колумбия. И вот они расстыковались, и через примерно полтора часа начался маневр снижения лунного модуля. То есть, вот посмотрите, точка начала снижения находится в верхней части рисунка, вверху, слева, там написано Descent Orbit Insertion. Ну, то есть, понятно, видно, такая как бы спираль закручивается к центру. Это вот момент отстыковки лунного модуля. И еще примерно час занял период снижения. Итак, он снижался с высоты около, ну, в среднем 96 километров, такая вот средняя высота орбиты была Аполлона, до высоты приблизительно 15 километров. Вот мы видим на диаметрально противоположном положении точка, с которой началось уже достаточно крутое, отвесное снижение практически на Луну. Ну, на этой картинке она выглядит крутым. На самом деле, она уж не была настолько крутым, как я говорю об этом. Эта точка, там написано вот Power Descent Initiation, ну, Power Descent это управляемый спуск. То есть, если вот с высоты 96 километров до 15 он снижался очень плавно на чисто баллистической, по баллистической кривой, то вот с момента начала управляемого спуска начали работать двигатели, двигатели ориентации, двигатели торможения лунного модуля. Он двигался своим соплом вперед, как видно на рисунке. То есть, он начал управляться. Причем управлял им компьютер, что интересно. Компьютер наземный, в основном. Наземный компьютер обсчитывал параметры полета, передавал данные на компьютер лунного модуля, а он уже выдавал управляющие команды на двигатели управления. Но было и ручное управление. Было и ручное. Сейчас мы об этом поговорим. То есть, фактически он спускался в автоматическом режиме, но в любой момент Амстант, командир лунного корабля, мог взять управление на себя с помощью джойстика. И вот мы видим точку посадки. Вот так все произошло. Через примерно 13 минут, то есть момент, с момента начала управляемого спуска до уже посадки прошло всего лишь 13 минут. Так что вот, и давайте, пожалуйста, посмотрим слайд 4. Вот 4 слайд, там довольно крупно показана траектория снижения лунного модуля. Не то, что крупно, а подробно. Подробно. Вот это уже начало управляемого спуска, когда лунный модуль управлялся и, собственно говоря, при снижении. Значит, вот начальная позиция с этой 15 километров до примерно по горизонтали за 400 миль, за 400 километров примерно до точки посадки. Вот начинают работать двигатели торможения, значит, начинает меняться ориентация лунного модуля, как мы видим. Значит, он там один раз перевернулся вверх головой, направить радар на землю, чтобы, так сказать, отсканировать местность. И вот с этого момента это вот положение, там написано Radar Acquisition, да, вот точка вторая слева вот на верхней картинке, с этого момента появились некоторые проблемы. То есть, поскольку радар постоянно сканировал местность и отправлял данные в компьютер бортовой, то он компьютер перегрузил. любой сотовый телефон сегодня имеет там несравнимо более мощный процессор, чем компьютер Аполлона 11. Ну, достаточно сказать, его память составляла там, ну, там несколько килобайт, килобайт, несколько буквально всего. То есть, это смехотворная совершенно мощность, но тем не менее. Обычно картинка в формате GP, да? Примерно. Ну, грубо говоря, да. Маленькая фотография. Да, примитивнейший компьютер не то, что по нынешним временам, даже там поначалу 80-х он абсолютно примитивный был, чрезвычайно слабый. Детская игрушка, даже так его не назовешь. Но, тем не менее, по тем временам это была передовая разработка. Это первый микропроцессор на самом деле. Скажем, в СССР такие компьютеры делать не могли. Вот такого габарита, который можно было бы поставить, скажем, в лунной моде. А этот имел массу там где-то килограмм около 40, но тем не менее он стоял и работал в лунном модуле. И без него посадка была бы скорее всего невозможна. Он сыграл огромную роль. То есть, человек просто был не в состоянии успевать, тем не менее, за меняющейся обстановкой реагировать на колебания центра, на колебания аппарата и так дальше. То есть, на вот какие-то такие возмущения, скажем так, при движении. Даже этот компьютер, тем не менее, он обеспечил успешную посадку на самом деле. Хотя не только он один, конечно. Не только он, как мы сейчас увидим. Так вот, с момента, когда он начал получать данные от радара, он начал перегружаться. Этого никто не ожидал. И компьютер начал издавать сигналы тревоги. То есть, он пропищал пять или шесть раз, подавал сигнал в программные тревоги. Это, конечно, можно представить, как это напрягало Волдрина и Армстонга, то есть, экипаж лунного модуля. Люди были напряжены невероятно. То есть, полная концентрация внимания и пищит компьютер. Представляете, тревога, переполнение. И, в общем, в какой-то момент даже, ну, они не знали, что делать, как на это реагировать. Но потом на земле в центре управления полетом разобрались, что, в общем, ничего страшного в этом нет. Просто у него очередь заданий переполняется. И как бы он сделает, но чуть попозже. Надо просто как бы ждать и как бы не реагировать на эти сигналы, так сказать, что в этом, в принципе, нет ничего такого опасного для корабля. На земле с этим разобрались программисты моментально и дали команду продолжайте. Как потом на пресс-конференции сказал Амстонг, это было именно то, что мы хотели услышать вот в этот момент. И, значит, продолжили спуск, тем не менее, несмотря на все на это, на эти вот неприятные, скажем так, технические сбои. И, значит, дальше мы видим, вот как менялась траектория снижения. Ну, и примерно на высоте порядка 120-150 метров, а Амстонгу пришлось взять управление на себя полностью. То есть он снижался по программе в намеченную точку посадки, заранее намеченную. И, однако, тем не менее, произошла некоторая небольшая ошибка. То есть просто как бы за счет небольшой погрешности при расстыковке с командным модулем, которая накопилась, как мы видим, там за два почти оборота вокруг Луны, накопилась некая погрешность, и он пришел не совсем туда, куда ожидали. То есть немножечко не в то место пришел к лунной модуле. И, соответственно, пришлось Амстонгу ситуацию исправлять. А, собственно, что случилось? Он увидел под собой поле с валунами. То есть огромное поле, усеянное валунами. То есть когда на высоте около 100 метров, когда уже осталось только сесть, оказалось, что туда садиться нельзя. Валуны там порядка до 3-4 метров размерами. Гигантские валуны, вот некое такое, представьте себе, пространство, полностью ими усеянное. Куда же там садиться, чтобы опрокинуться, так сказать, при посадке. И он двинулся вперед, взял управление на себя, Амстонг, перешел на полностью ручное управление, отключил компьютер, ну, в смысле, компьютерное управление. Компьютер, естественно, он не отключал. И двинулся вперед, и как раз под ним оказался кратер, достаточно, опять же, с крутыми краями. Стало ясно, что и туда садиться нельзя. То есть какое-то время пришлось двигаться вперед в поисках подходящей площадки. В это время вот это был самый напряженный момент полета. В этот момент, конечно, нервы были натянуты до предела. У обоих, значит, Олдрин считывал данные из компьютера, постоянно со всех датчиков, непрерывно сообщал их Амстонгу, говорил, вот, высота, скорость там, вертикальная, боковая, то есть все параметры, так сказать, корабля. А Армстонг напряженно смотрел в окно, высматривая место, куда бы ему приземлиться, пытаясь разглядеть, наконец, подходящую площадку. И вот он ее увидел, когда уже, в общем-то, достаточно уже прозвучало с земли команда, что топлива меньше, чем на одну минуту поступил сигнал, что, ребята, давайте уже определяйтесь. А там была опция или продолжать посадку, или взлетать. То есть была опция взлета аварийного и возвращения на орбиту и обратную стыковку с кораблем. Но, разумеется, этого не хотелось сделать. Разумеется. И он увидел посадку, площадку, подходящую более-менее ровную, и все-таки сумел сесть. Причем при посадке поднялась пыль. Это тоже было, конечно, нечто такое не очень приятное, как рассказывал, опять же, на пресс-конференции Армстонг. Его напрягала мысль, что как бы из этой пыли он не мог контролировать боковую скорость. А корабль имел определенную боковую скорость на той поверхности. И, как выразился, Армстонг желательно было при посадке не сломать себе палец, но имелось в виду посадочная опора. Поэтому это тоже был некий такой беспокойный фактор. Но, в общем, все обошлось. Он сел вполне себе благополучно. Вот через 102 часа 45 минут с момента старта. Итак, вот что было дальше. Да, давайте слайд 5, пожалуйста. Куда он сел? Давайте посмотрим. Куда же он сел? Ну, вот мы видим на пятом слайде это участок посадки Аполлона 11. Это так называемая база спокойствия, которая находилась в так называемом море спокойствия. И, пожалуйста, 6 той слайд. Вот непосредственно место посадки мы видим сам лунный. Это взлетная, это посадочная ступень Аполлона 11. Это фотография, сделанная в 2012 году американским спутником. Ну, короче, ЛРО он называется. Лунный разведчик, проще говоря. Вот он сделал фотографии всех мест посадок Аполлонов в течение трех лет примерно с 2009 по 2012 год. Ну, и в частности, вот фотография места посадки Аполлона 11 с высоты примерно 24 километра. Вот так это все выглядело. Ну, вот видно следы астронавтов, видно посадочную ступень, все прекрасно видно. Да? Вот так они приземлились. Ну, что произошло потом? Опять же, как-то, ну, как-то люди себе представляют, что вот они сели, сразу вышли, там, помахали рукой. Все было не так. Значит, во-первых, сразу после посадки в течение восьми минут было состояние немедленного взлета. Да, уважаемые зрители, я хочу пояснить. Вот, конечно, много чего пишут про Аполлон 11, там, википедии, много чего пишут. То есть, информация масса в интернете, я уж не говорю, конечно, о лживой информации, я говорю о добросовестной информации, которая не пытается оспаривать этот факт, это великое событие, но даже среди добросовестных статей масса сбивчивой, совершенно беспорядочной и зачастую неверной информации. Поэтому я хочу пояснить, что я рассказываю, основываясь на документах НАСА, то есть, на отчете НАСА об этом полете, составленном сразу по прилету астронавтов, по прилету Аполлон 11, и, то есть, это внутренний официальный документ, и второе, я основываюсь на рассказах астронавтов на пресс-конференции после полета Аполлона 11, о которой мы в конце тоже поговорим и посмотрим некоторые фрагменты. Поэтому я хочу сразу сказать, что все, что я рассказываю, если, конечно, я там сам что-то не путаю по какие-то цифры, может быть, но в общем и целом это вполне достоверная информация. Вот так оно все и было. С поправкой на возможные мои какие-то личные там просто сбои, как говорится, моего процессора внутреннего. Так что, прошу не верить. Итак, значит, 8 минут после посадки они ждали сигнала на взлет. То есть, могла поступить команда с Земли, исходя из данных, которые обрабатывались большим наземным компьютером. Они могли сами эту ситуацию распознать, необходимость взлета. Вот. То есть, такая была первая, как бы, первое состояние. это 8-минутная готовность к немедленному старту. Сразу. Если бы что-то пошло не так, если бы возникла угроза там, скажем так, ну, серьезная угроза для экипажа, для корабля и так дальше. Но нет, 8 минут прошли, с Земли ничего не, команды не поступило взлетать. Они немножко выдохнули, но это был еще не конец. После этого был еще двухчасовой период ожидания взлета. То есть, все было продумано настолько тщательно, что вот даже вот эти моменты. На самом деле, как бы, на каждом шаге продумывалась ситуация отката назад. Что делать здесь? Что-то пойдет не так. То есть, где, как, какую клавишу escape, да, как бы, она была предусмотрена на каждом шаге этой операции. Вот. Ради того, чтобы при любых обстоятельствах спасти экипаж. Соответственно, еще два часа они находились в состоянии, опять же, готовности к взлету. То есть, следующие два часа прошли. Почему два часа? Два часа длился оборот, примерно два часа длился оборот Аполлона-11, ну, собственно говоря, командного модуля Колумбия вокруг Луны. И они с ним двигались почти параллельными курсами. Но когда, соответственно, Орел сел на лунную поверхность, Колумбия ушла дальше в обход Луны. И вот, примерно через два часа она должна была вернуться. Эти два часа они готовились к взлету. Потому что нужно было проверить все системы, переустановить, значит, перезагрузить компьютер данными, скажем, о направлении силы тяжести на Луне, как они это называли. То есть, сбросить вектор силы тяжести, установить его заново. Дальше, проверить ориентацию по звездам корабля. У них был телескоп, с помощью которого фиксировалось, так сказать, положение, ну, координаты на небесной сфере, собственно говоря, точки посадки. Вот. И, как бы, все это проделывалось, все эти операции. То есть, происходила перезагрузка новых данных в компьютер, навигационных данных о месте положения аппарата и так дальше. И, фактически, это был режим обратного отсчета предстартового. Двухчасовой обратный отсчет и так дальше. Для чего это делалось? Ну, потому что, опять же, потому что было, предполагалось, что вдруг произойдет там что-то не так, какая-то возникнет проблема, да мало ли еще, таскать, или командир корабля сочтет, что все-таки выходить нельзя, что есть какая-то, и так дальше. Одним словом, два часа они ждали, но команда не последовала, опять же, с земли. На земле аналитики все это время проверяли состояние корабля, естественно, все ли там в порядке, и, наконец, было решено, что все в порядке, можно оставаться. И вот только тогда они по-настоящему, так сказать, поняли, что они на Луне, что они на ней, что они выйдут на поверхность Луны через два часа, фактически, после посадки. Но и тогда они не вышли сразу. После этого у них наступил, как выразился Одрин на пресс-конференции, период еды, период принятия пищи. Забавно слушать, кстати говоря, вот этих астронавтов, да, у них, вот они настолько были, ребята, технически, так сказать, накачанные, вот натренированные, настолько были запроинструктированы, тщательно все было отработано, они даже говорили вот таким языком, там, период сна, период пищи, eat period, то есть, вот буквально вот так. Речь строго по инструкции, да? Речь строго по инструкции, да, речь строго по инструкции, причем это видно, что это, ну, это автоматически, они так привыкли просто. То есть, он не сказал, мы там поели, мы перешли к периоду пищи, вот буквально. И вот они поели, и это еще было не все. И примерно через 4 часа они открыли люк. То есть, с момента посадки до открытия люка первого прошло примерно 6 часов. Эти 4 часа, опять же, ушли на проверку, на проверку всех систем. И на отключение, частичное отключение, лунный модуль обесточили, ну, в значительной мере, чтобы экономить электроэнергию. То есть, оставили какие-то критически важные системы, все остальное было постепенно отключено. И, наконец, через 6 часов после посадки они вышли. Ну, дальше, как бы тут, собственно, особенно рассказывать тут как бы нечего. Ну, я имею в виду, как вышли, все знают, что сказал Амстонг, все знают, не буду эти, так сказать, слова повторять, потрясающие, красивые, изумительные, о том, что, ну, о маленьком шаге для человека, о гигантском скачке для человечества. Кстати, опять же, на пресс-конференции Амстонга спросили вот эти слова, откуда он взял их, так сказать, когда он их придумал, было ли это импровизация, или все-таки он их заранее заготовил. Ну, он признался, что да, я думал, конечно, в течение всего полета, думал, что я скажу, вступив на Луну. Но, он говорит, конечно, в счете, сама идея, фраза родилась уже, когда они сидели на Луне, вот эти шесть часов, пока они готовились к выходу, вот в этот период, где-то ему пришла, уже сложилась окончательно вот эта формулировка, которая вошла навсегда в историю человечества, да. Вот. Немножко менее известна фраза Олдена, он же спустился вторым вслед за Амстонгом. Олден, у него вырвался возглас, какое великолепное опустошение. Вот его была реакция на то, что он увидел. Пожалуйста, седьмой слайд покажите. Значит, первым делом они занялись сбором лунных образцов. Вот что интересно. То есть, они начали не с того, что поставили американский флаг или что-то еще, фотографировались, нет. Первое, что они делали, это начали собирать образцы лунной породы. Опять же, это была первая задача. Почему? На случай внезапного взлета не исключалось, что придется вдруг собраться и улететь. Ну, что-то опять случится, мало ли. Нужно было сделать самое ценное, самое важное. Да, самое важное, самое, то, что действительно, ну, грубо говоря, доказательство пребывания на Луне, что они там действительно были. И, как бы, ну, даже дело не в этом. И с научной точки зрения это было исключительно ценно. Одним словом, они занялись с собиранием образцов сначала. Потом, лишь потом Армстонг поставил камеру. Нет, нет, ну, сперва, конечно, они спустили камеру с аппарата. Она там по веревочке спускалась. Интересно, ну, он же был приподнят. Вот это вот все оборудование было приподнято над землей, на опорах, на посадочных. И вот по специальной веревочке скинули там сверху камеру, там еще кое-что. Ну, одним словом, вот после завершения вот этого сбора материала с лунной поверхности, значит, поставили камеру и только после этого поставили флаг. Сфотографировали все флага, естественно. Значит, потом занялись, ну, в основном этим Одрин занимался, занялся расстановкой научных приборов. А вот, пожалуйста, седьмой слайд, седьмой слайд. Вот, эта фотография из отсека научной аппаратуры, так называемой, Одрин достает, собственно говоря, приборы. Приборов было не так уж много на самом деле. Собственно, что? Значит, это был сейсмометр, то есть, прибор для фиксации колебаний лунной поверхности. Ведь в тот момент было неизвестно, могут ли быть землетрясения, то есть, ну, как лунотрясения, да, какие-то тектонические процессы на Луне. Поэтому поставили сейсмометр. То есть, о Луне не было известно вообще ничего. То есть, примерно на расстоянии 20 метров от лунного модуля он расположил на Земле, это некое такое, ну, некая такая, две какие-то пластины, пожалуй, вот метра полтора, наверное, длиной, параллельные. Вот он их установил, подключил, и этот сейсмометр работал примерно где-то около двух недель. То есть, после взлета корабля он работал около двух недель, передавал данные, но данные были о столкновениях Луны с небесными телами. То есть, об ударах метеоритов он фиксировал, никаких тектонических процессов обнаруженного на Луне не было в то время. Через две недели примерно он, так сказать, разрядился, там, кончился заряд батареи, он отключился, этот сейсмометр. Дальше, что еще вытащил из сосека научного оборудования вот Одрин? Уголковый отражатель. То есть, некое такое устройство, состоящее из нескольких десятков отражателей для лазерных лучей. То есть, уголковые отражатели и хитрость в том, что они отражают падающий лазерный луч ровно в ту сторону, откуда он пришел. Там довольно простая схема, каждый может посмотреть, кому интересно, как это работает. Но факт то, что вот этот отражатель, он тоже поставил рядом сейсмометр. Там недалеко от него Одрин установил. Идея была в том, что использовать его для лазерной локации Луны. Ну, и он использовался, конечно, в этом качестве для точного абсолютного определения расстояния до этой точки на Луне. Он и до сих пор там остался и может применяться. И, наконец, после этого Одрин свернул некий прибор для измерения солнечного ветра, но он начал работать еще раньше. Правда, там не уточняется, когда, наверное, где-то еще на орбите он начал работать. Значит, фактически задача Одрина была свернуть его, как он выразился, я просто свернул его и упаковал обратно вот в отсек научного оборудования. Ну, видимо, это был какой-то вот что-то такое, какая-то, видимо, материал, который поглощал, наверное, частицы каким-то образом, что-то вот, что-то такое сворачиваемое, он просто убрал его и все. То есть, он уже в свою миссию выполнил этот вот регистратор солнечного ветра. Ну, и, наконец, четвертое, что было сделано, вот, пожалуйста, седьмой слайд, простите, восьмой слайд. Восьмой, да, седьмой мы видели. Одрин собрал образцы керна, керна, то есть, вот он пытается, это керн, само устройство, так тоже называется, вбивает в землю керн, ну, не в землю, а в луну, да, вколачивает, и, как бы, чтобы забрать какие-то образцы лунной породы из глубины, стоит заметить, что лунная поверхность оказалась весьма твердой, то есть, каменистой, то есть, некий небольшой слой пыли, как они описывали, там, варьирующийся от одного-двух дюймов, ну, три-там, три-пять сантиметров до больших значений, скажем, там, где кратеры, там, на краях кратеров, там, до 20, больше сантиметров могла быть глубина вот этого слоя пыли, но, в принципе, довольно-довольно-таки небольшой слой пыли, а дальше, очень твердый, очень твердый материал, ну, как бы, не камень, не скала, как бы, но нечто совершенно твердое, куда было крайне трудно внедриться, как бы в лунную поверхность в этот слой пыли, и все проходило достаточно легко вначале, а потом встречало очень сильное сопротивление, поэтому флаг, флаг было трудно воткнуть, фактически там кое-как они расковыряли вот такую, как бы, колодец небольшой, и он слегка под наклоном стоял, привалившись, так сказать, ну, понятно, как, вот, то есть, жестко воткнуть его оказалось невозможно, древко. И вот, пожалуйста, девятый слайд. Сделав все это, вот всю эту работу, сделав всю эту работу, собственно, надо было возвращаться. Это заняло два с половиной часа. Причем, как рассказывал, опять же, впоследствии на пресс-конференции Амстонт, мы себя ощущали, говорит, это было, говорит, состояние мальчика в кондитерской лавке, то есть, который видит вот кучу сладостей и не знает, за что ему, что ему захотеть, с чего ему начать-то, так сказать, что ему попросить. Вот они, им хотелось, он рассказывал, так много сделать, так много посмотреть вокруг, побродить по этим окрестностям, там, где-то он видел вдалеке интересный кратер, ему страшно хотелось туда спуститься, Армстонгу, посмотреть, что там внизу, так сказать, но времени было фатально мало, всего два с половиной часа длилась первая лунная прогулка, и они с трудом, на самом деле, как он рассказывал, потом они с трудом успели все это, то есть, вообще время прошло в лихорадочной спешке, вот я рассказал, вроде бы немного произошло событий, но учитывая необычную остановку, учитывая новую совершенно ситуацию, и они с трудом успели, на самом деле, в лихорадочной спешке все это происходило, ну, конечно, стоит сказать, что ощущения были самые приятные у астронавтов, тем не менее, то есть, они испытывали, ну, огромное удовольствие от лунной гравитации, как, опять же, потом рассказал на пресс-конференции Армстонг, ощущение было, это было гораздо лучше, чем как земная гравитация, чем и невесомость, то есть, прекрасное, такое, очень приятное чувство, комфортное, вот, они очень быстро приспособились к движениям вокруг Луны, и, кстати, одно из заданий Одрина было выяснить, как нужно передвигаться по Луне, то есть, вот он пришел к выводу, что лучший способ, это вот с ноги на ногу, таскать, вот эти обычные прыжки, таскать, чередующиеся скачки, таскать, небольшие такие, что это самый оптимальный вариант, вот, единственное, он замечал, Одрин, что эффекты слабой гравитации приводят к тому, что нужно прогнозировать свои ходы, движение на 3-4 шага вперед, то есть, если на Земле, мы прогнозируем на 1-2 шага, тяжело остановиться, да, инерция все время заносит, масса-то та же самая, конечно, трудно остановиться, поэтому приходилось, вот, как бы, планировать свои движения немножко вперед, таскать, но все это вызывало массу приятных, позитивных эмоций, вот, все это состояние с ослабленной лунной гравитацией, так, и, пожалуйста, вот 9-й слайд у нас, да, на Луне осталось, они оставили на Луне кое-что, конечно, не просто так, они туда слетали, значит, вот такая интересная табличка, она была прикреплена к топоре лунного модуля, вот эта вот табличка, ну, я прочитаю, конечно, это такая красивая фраза и короткая, что, конечно, нельзя обойти мимо, здесь люди из планеты Земля впервые ступили на поверхность Луны, мы пришли с миром до всего человечества, вот, и подписи членов экипажа Аполлон-11, то есть, Армстон, Уолдрин Коллинз и президента Никсона, президента США на тот момент времени, вот повезло, надо сказать Никсону в каком-то смысле, хотя мы знаем, чем закончилось, как бесславно закончилось его президентство, но, тем не менее, вот он, он увековешивал свое имя вот таким образом, потому что он был президентом в тот момент, вот, когда это произошло, это осталось там, вот эта вот лесенка, посадочная лестница, по которой спускались вот астронавты и поднимались обратно, вот на ней оно прикреплено, внизу как бы стоит до сих пор там вся эта табличка, плюс они еще оставили на поверхности диск, на котором 73, на 73 языках послания, как-то там, от разных наций, от земных, так сказать, государств, очевидно, кто пожелал там принять участие, 73 послания, вот, для будущих, так сказать, путешественников на Луну, да, и дальше, эмблему Аполлона-1, ну, эмблема, патч такой вот, круглый, который нашивали там на скафандры астронавты себе, экипаж, погибший в высоте пожара на Земле при испытании кабины, собственно говоря, Аполлон-1, вот, первое наземное испытание закончилось трагедией, три астронавта погибли, вот, эмблема их экипажа была оставлена на Луне, эмблема Аполлон-11 самого, там, орел, орел, несущий оливковую ветвь, садящийся на поверхность Луны, вот, и, что интересно, медали космонавтов, как сказали на пресс-конференции, они, космонавтов, не астронавтов, то есть, наших космонавтов, советских, то есть, очевидно, кто-то, кто-то передал, каким-то образом были переданы, все-таки, медали, наверное, может быть, я не уточнил, правда, чьи именно, кто именно, но какие-то медали от наших космонавтов тоже были положены, может быть, это какие-то коллекционные медали, имеется в виду, посвященные советским полетам в космос, а не персонально наградные медали, какие-то, настольные медали, имеется в виду. Может быть, а может быть, медали каких-то погибших космонавтов, ведь на тот момент уже было 4, 4 было погибших космонавтов. вряд ли бы в Америку кто-то госнаграду отдавал. Это интересный вопрос, мы его поизучаем. Продолжайте, пожалуйста. Да, вопрос интересный. Я, к сожалению, уточнить тут не могу. Я просто знаю, что сказано, медали космонавтов. А космонавты это только наши. У них астронавты. Может быть медали с космонавтами? С изображением космонавтов? Нет, там как-то медали переданы космонавтами. Вот как-то так. От космонавтов. Ну, бог с ним, да. Может быть, действительно. Ну, оставим этот вопрос, да, интересный так сказать. Значит, после этого, вот сделав все это, они вошли и закрыли люки. И опять же, они не сразу улетели, конечно. Значит, после этого наступил период сна. Восьмичасовой период сна. Но они не спали. на самом деле. Они не смогли заснуть. Ну, во-первых, были перевозбуждены без всякой, сверх всякой меры. Ну, безусловно. Можно понять их состояние. Вот. Но было холодно, кроме этого. То есть, они рассказывали на пресс-конференции, что поскольку они выключили питание, когда выходили на поверхность, остыл лунный модуль, стало довольно холодно в нем. И спать они просто не могли. То есть, они возились, возились, ну, стало ясно, что спать не получится. Ну, просто холодно. Вот. И повозившись там сколько-то часов, так сказать, вот, они приступили к проверке там всех систем, включению питания постепенному, поэтапному подключению, так сказать, аппаратуры модуля. И взлетели они с момента вот закрытия люка прошло еще 13 часов. Вот. То есть, вот, с момента, когда они ушли с Луны, еще 13 часов они находились на поверхности, и после этого произошел взлет. Вот сразу хочу сказать, вот, рассказывают какие-то сказки, что вот я, я одно время этими сказками тоже увлекался, мне казалось, это очень романтично, что при взлете якобы была какая-то проблема там с включением взлетного двигателя, какая-то ручка там отломалась, и якобы Амстонг вставил шариковую ручку, и там ею что-то повернул в качестве рычага, то есть, включил стартовый двигатель усилием шариковые ручки, так сказать, вставленные там за место сломавшегося какого-то ну, рычага, да, как бы. Ничего такого не было. По крайней мере, они об этом не рассказывали. И я подозреваю, что это сказка, скорее всего, потому что многократно подчеркивали астронавты на пресс-конференции, что все работало великолепно, просто блестяще работала аппаратура. Вот за исключением вот этих вот, о чем я рассказывал, вот эти программные тревоги компьютера, который просто переполнялся информацией от радара, в принципе, не было никаких проблем. Вообще, все работало просто великолепно. Вот настолько все было хорошо отработано заранее на Земле. Итак, они взлетели. Значит, взлетев, примерно, вот давайте слайд, пожалуйста, десятый, десятый слайд, посмотрим, как они взлетали. Ну, достаточно похожая картинка, чем-то, но взлететь, конечно, было проще, безусловно, это понятно, известно, что и у самолетов. Самый сложный этап посадки, самый простой взлет. Но, относительно посадки имеется в виду, самый простой, проще. Значит, взлетели они вполне благополучно. Вот видно положение лунного модуля в момент старта. Вот цифры один, два, три, это промежуточные положения. Видно, как он совершил два оборота, дважды уходил в тень, в темную сторону Луны. И, в конце концов, вот в точке десять состыковался с командным модулем. На все это ушло примерно четыре часа. То есть, тоже достаточно долгая была процедура. И так, приблизительно через четыре часа после взлета с Луны произошла остыковка с лунным модулем. Примерно еще через два часа они отстыковали взлетную ступень лунного модуля, оставили ее на орбите. То есть, сбросили ее по сути. Впоследствии она упала на Луну. Через какое-то время, я уж не помню. Значит, и еще через пять часов включили двигатели, так сказать, которые перевели корабль на траекторию возвращения к Земле. То есть, он отправился к Земле, опять же, совершил перелет до Земли с одной всего коррекцией орбиты. Примерно через 15 часов была сделана небольшая коррекция. То есть, все работало очень точно. Значит, путь занял несколько меньше. то есть, если ровно трое суток летел он с Земли на Луну, то обратно путь занял двое с половиной суток. Ровно двое с половиной суток. Чуть побыстрее. И, ну, вот, собственно говоря, через 100, приблизительно через 135 часов с момента старта корабль, это было уже 24 июля 69-го года, корабль вошел в атмосферу Земли. Значит, имея на высоте 120 километров, имея скорость практически ровно 11 километров в секунду. Чуть-чуть меньше второй космической скорости. Значит, торможение и спуск на поверхность занял 15 минут всего на все. Вот так закончился этот полет. Стоит интересно заметить, что ошибка от расчетного места приземления составила 9 километров по широте, по долготе не помню, ну, вот, порядка 9 километров промах, то есть это, ну, как бы сказать, я сейчас скажу, почему это говорю. Чуть раньше Аполлон-10 ошибся на 37 километров. Чуть больше у него было, ну, даже не чуть больше, но существенно. 37 километров он ошибся тоже по широте от точки, от расчетной точки спуска. Но это я к чему рассказываю? Вот любят наши, опять же, неиспровергатели. Ну, мы не будем о них говорить сегодня практически вообще, ну, просто уж к слову, что вот американские, корабли сажались, прям идеально, прям к самому авианосцу, и вот, а наши, значит, промахивались, такого быть не могло, мол, не летали они, ну, так вот как к авианосцу, вот ошибки-то я указываю, достаточно существенные ошибки, просто, так сказать, авианосец-то не стоял на месте, он плыл на всех парах, на встречу с аппаратом, пока он там снижался, вот, и как бы, и все. потом, ну, все-таки вперед подлетали вертолеты, а не авианосец подходил, и они же заставляли их на полу авианосцев, так что все это, конечно, чушь, которая не стоит даже обсуждения. Давайте пойдем дальше. Да, тем более, что такое, что такое для вертолета 9 километров, ничего вообще. Да, конечно, безусловно, сейчас прошу прощения, безусловно, вот, собственно, да, после этого, что произошло, пожалуйста, 11 слайд покажите, 11 слайд, это тоже интересно, значит, сразу после посадки авианосец Hornet, сразу после посадки их посадили вот в эту, как сказать-то, я не знаю, даже капсула, ну, вот, на 11 слайде мы видим некая такая кабина, где сидят экипажи полона 11, герметичная полностью, то есть, биологически, нет, нет, биологически изолированная кабина для предотвращения проникновения любых микроорганизмов, то есть, полная биологическая изоляция. Были опасения, что на Луне могут быть какие-то микробы, опасные вирусы, ведь никто же ничего не знал, абсолютно, что там творится на самом деле. Вот, были вполне серьезные опасения, поэтому было решено посадить их в карантин, астронавтов, то есть, первый экипаж, и, кстати, два последующих, то есть, Аполлон 11, 12, и даже 13-й Аполлон, ну, с 13-м там было проще, он на Луну не спускался, но предусматривались меры карантина вот для первых трех полетов, начиная с Аполлона 14, от этого отказались, стало ясно, что у нее все чисто, биологически, что там нет абсолютно никакой жизни, бояться нечего. А вот эти ребята, они попали вот сразу, буквально, вот в карантин, прямо на палубе авианосца, вот они там встречаются с Никсоном, в этой же капсуле их перевезли там на вертолет, доставил их на землю, потом перегрузили в самолет, доставили там в Хьюстон, значит, в центр управления космическими полетами, там же с ними встречался вот президент Никсон, разговаривал, вот видно сияющая физиономия Армстонга, как обычно, улыбающаяся. И вот, пожалуйста, 12-й слайд. После этого их поместили в так называемый центр, ну так-то по-русски если перевести, вот в Хьюстоне есть такое, как бы, ну здание, некая служба, называется центр лунного приема, если по-русски, центр лунной приемки. То есть, место, куда доставлялись вначале все, что пребывало с Луны, то есть, образцы лунной породы, лунный грунт, именно для проверки на предмет биологической безопасности, на предмет отсутствия биологической опасности для Земли, для жителей Земли. И астронавтов туда поместили в этот центр, и вот мы видим их там за стеклом, посмотрите, вот они там сидят, они две недели там провели за этим стеклом, их там, естественно, с ними разговаривали, общались, там, угощали, там, кто-то из них день рождения свое отметил, там, угощали их тортом, там, готовили им специально со всеми почестями, но они были, вот, тем не менее, в карантине, в таком, в жестком, в абсолютном, в полном, пока не убедились, что с ними все в порядке, что никаких, так сказать, изменений с организмом не происходит. Вот только после этого они вышли, это было уже начало августа, и 12 августа дали свою первую пресс-конференцию, то есть, прибыв с Луны 24 июля, они смогли дать пресс-конференцию только 12 августа, кстати, день моего рождения, вот что интересно. Может, поэтому я только увлечен этой историей. И вот мы сейчас поговорим об этой пресс-конференции, это интересная вещь, дело в том, что... Мы с вами оба львы, Дмитрий Борисович. Что? Мы оба львы с вами. Как вы сказали? Оба мы с вами львы. А, да-да-да, да-да-да, это приятно, да. Действительно. И вот, эта пресс-конференция, вот здесь все-таки я не могу обойти тему вот этого луноборчества, да, как я называю это явление, ну, чаще говорят лунная конспирология, ну, более жесткий, хлесткий и справедливый термин, луноборчество. То есть люди просто борются вот с очевидностью, так сказать, борются с наукой, борются с историей, ну, одним словом, луноборцы. И вот, они цепляются за эту пресс-конференцию, она интересна сама по себе, чрезвычайно интересна. Я заинтересовался этим вопросом, потому что очень много, знаете, таких вот ссылок на нее и пишут. Вот на этой пресс-конференции экипажа Аполлон-11 они были напуганы, они были все зажарены, зажатые, якобы, они были, ну, как бы они осознавали, что они лгут, это было все видно, они там путались, они там противоречили сами себе, они и так дальше. Вот этот бред, вы понимаете, он настолько распространился, что просто поразительно. И причем не только в России, не только в России, на англоязычных ресурсах, вот этой ахинеи тоже много, между прочим. Причем, что интересно, публикуют вот видео этой конференции с ужасными субтитрами. То есть, субтитры неадекватные на самом деле. Причем, то есть, вот те, которые я смотрел, я же был шокирован низким качеством перевода. Причем, в одних субтитрах просто масса ошибок. Ну, это может быть компьютерное распознавание речи, там ошибки делает, может быть такое. Допустим, лунный модуль, там LM переводят как lamb, овца, где ребята говорят про лунный модуль, идет слово овца. А может быть, может быть, где-то есть и недобросовестные попытки, то есть, попытки и залгать, и заврать все это. Мне трудно судить, чего там больше. Я видел какие-то совершенно нелепые переводы, просто ужасные. Но неважно, как бы то ни было, я хочу предупредить вот всех, кто интересуется этой темой, что субтитров вполне адекватных, вполне, так сказать, отражающих то, что они говорили на пресс-конференции, их нет, по-видимому, совсем. Значит, оригинальные записи пресс-конференции хранятся на сайте НАСА. Вы можете найти Аполлон-11 пресс-конференция. Только на сайте НАСА есть информация, заслуживающая доверие, безусловно, с учетом вот всей этой лжито, лжи, так сказать, которая развилась по всему миру, и особенно в Рунете. Ничему верить нельзя остальному. Вот. На сайте НАСА там субтитров нет. Там только вот сама вот, ну, живая речь, записанная, видео, в смысле, видео и текст, стенограмма, как бы, этой речи пресс-конференции. Но, знаете, видео не очень качественное. То есть, кое-где там тоже срывы изображения, очевидно, много времени прошло, по-видимому, плохо сохранилось. Это же тогда на магнитных лентах все хранилось. Ни на дисках, ни на сайте. Поэтому, видимо, не смогли в достаточной мере сохранить эти записи, оригиналы. Поэтому есть кое-где срывы. Вот. И, ну, в общем и целом, тем не менее, ну, основной массив информации, конечно, сохранился, тем не менее. Можно слушать, можно, так сказать, переводить. Кроме того, есть несколько записей, то есть, несколько пленок, сопоставляя между собой. Опять же, можно установить, что именно. Я эту работу проделал, на самом деле. Я просто внимательнейшим образом прослушал, так сказать, сравнил, где там какие-то нелепости, значит, понял, что нужно было там, что там ожидалось на самом деле. Но, опять же, в основном за счет сопоставления. Да, и плюс сохранился стенограмма. Но стенограмма тоже не вполне точна. Дело в том, что стенограмма писалась потом, недели через две, наверное, выкладывалась на сайте, опять же, редактировалась, как-то там, как-то там, подгладили ее чуть-чуть. Тоже она где-то, где-то она отклоняется. В общем и целом, она соответствует тому, что говорится. Ну, тоже не следует считать, что вот эта стенограмма на сайте НАСА, что она абсолютно, как бы, аутентична. Нет, не совсем. Не совсем. Значит, я рискнул утверждать, что аутентичный перевод на русский, вот, сделал я. По-моему, на русский вообще не было переводов. Я, по крайней мере, не видел переводов на русский от этой пресс-конференции. Я его сделал, значит, каждый желающий, может, по ссылочке, которая будет к этой передаче, на моем сайте, в статьях, фактически, состоящей из перевода на русский язык этой пресс-конференции. То есть, каждый может почитать, посмотреть, вникнуть, очень интересно, очень увлекательно. И может посмотреть видео, так сказать, и посравнивать, если интересно, допустим, тем, кто хорошо знает язык, так сказать, вполне может оценить, так сказать, качество этого перевода. Ну и давайте обсудим некоторые нюансы, вот некоторые моменты этой конференции, значит, которые, вот, разоблачают домыслы луноборцев. Вот что, с чего я начал. Что вот они там напуганные, они там зажатые, они там путаются, они там противоречат, и вообще это весь ужас. Какая-то она такая несерьезная, смешная. Ну вот этот бред. Давайте посмотрим, как на самом деле все это выглядит. Вот, пожалуйста, слайд 13. Вот о чем говорит Армстон. Пожалуйста, ну вы видели, как это выглядит. значит, веселье в зале бурное, да, вот просто, нет, вот, понятно, что далеко не все там понимают настолько хорошо английский язык, чтобы вот это все понять. Но атмосфера, да, давайте просто, вот мы послушали, мы послушали этот слайд, мы видим, какая атмосфера в зале, да, какое веселье, насколько раскованно астронавты, вот Армстон, как он шутит, прекрасно улыбается, мы слышим бурные взрывы, веселье в зале, да, ну интересно, что он сказал, давайте, пожалуйста, 14 слайд, что же он сказал в этот момент, такого, что там развеселило народ, ну в общем ничего особенного он не сказал смешного, видимо смешным было слайд, дело в том, что первая половина конференции состояла из презентации, то есть астронавты показывали слайды, фрагменты видео и рассказывали о полете, о том, что им казалось самым наиболее интересным, о чем бы они хотели рассказать, по очереди, вот комментируя слайды на экране, а вторая половина конференции состояла вот именно из вопросов журналистов и ответов на них, вот пока мы смотрим как бы вот это слайд-шоу вместе с астронавтами и вот что он собственно сказал, там его спросили, ну чем вы занимались, вопрос был по поводу их занятий после высадки на Луну, вот что он говорит, другим предметом интереса на самых ранних стадиях ЭВА, ЭВА это активность на Луне, это вот период деятельности на Луне, экстра, ВАИКЛА АКТИВИТИ, да, переводится, вернее, звучит на английском, итак, на ранних стадиях была работа по возвращению образцов лунных пород, на фотографии показано собирание этих образцов, сумку, которая хранилась в моем кармане, и дальше он говорит, это был первый из множества случаев, когда выяснилось, что два человека, это большая помощь, я быстро установил телевизионную камеру, и вот этот момент, то, что мы слышали, вот этот взрыв веселья в зале, то есть народ смеется, ну, трудно сказать, видел, я это не смотрел, что там они так развеселило, видимо, очень комично выглядел Ангтон, который, наверное, очень суетливо с этой камерой возился, скорее всего, потом он говорит, а потом более неторопливый баз и я объединились, чтобы поднять американский флаг, и дальше он говорит, что вот у них было много поводов помочь друг другу, то есть интересно, здесь вот этот смех, это веселье, это атмосфера непринужденная, вот, то, что мы наблюдаем, так сказать, у нас есть с Антонами, и у астонавтов он отмечает, что много было ситуаций, да, вот здесь же он говорит, что вы, наверное, помните момент, когда моя нога запуталась в телевизионном кабеле, и баз сумел помочь мне извлечь ее без падения, то есть он там запутался, водом его как-то там распутал, помог ему, то есть это было очень удачное решение, два астронавта на поверхности, давайте дальше пойдем, вот, пожалуйста, сейчас, пожалуйста, 15-й слайд, опять вот это веселье, значит, такая, ну, это опять идет слайд-шоу, пока еще, то есть астонавты рассказывают, что там, как происходило на Луне, вот эта атмосфера, почувствуйте атмосферу, да, раскованность экипажа Аполлона-11, а что он сказал, астонавты, почему народ опять там рассмеялся, почему, почему людям стало весело, он сказал, этот ролик показывает наш последний взгляд на базу спокойствия перед нашим отбытием, и взлет был огромным удовольствием, все прошло очень гладко, нам было очень приятно, что двигатель зажегся, в этот момент вот народ рассмеялся, ну, конечно, то есть он испытывал позитивные эмоции от того, что все, двигатель включился, что им не пришлось оставаться на Луне, так сказать, и умирать там, вот, в течение, там, нескольких часов буквально, вот, и дальше он говорит, это дало нам превосходный вид нашей траектории и базы спокойствия, во время всего подъема мы могли выбирать ориентиры, которые убеждали нас в том, что мы на правильном пути, с подъемом не было никаких трудностей и мы наслаждались этой поездкой больше, чем мы могли бы об этом рассказать. Вот такая атмосфера, такая присмотрение. Идем дальше. Пожалуйста, 17-й слайд. Еще один фрагмент, вот, фрагмент, опять же, презентации, слайд-шоу. здесь, здесь вот Коллинз, Майкл Коллинз, тоже взывает взрыв веселья в зале и сам, он весел, так сказать, смеется. Ну, что он сказал? Ну, я зачту только слова Коллинза. Значит, там вопрос был по поводу взлета, ну, какой-то слайд, который изображает вот ситуацию, вот именно подъем с Луны, так сказать. Вот что говорит Коллинз. Это орел, ну, лунный модуль. Или, возможно, половина орла было бы лучше, поскольку посадочный механизм и нижняя часть посадочной ступени, конечно, остались на поверхности. Это была очень счастливая часть полета для меня, говорит Коллинз. На этой стадии игры я впервые по-настоящему почувствовал, что мы таки собираемся сделать все это. Дальше в зале бурный смех, значит, здесь в записи дефект записи, какой-то фрагмент буквально вот стерся, пострадал. Но в другой записи мне удалось понять по другой записи, что он там сказал именно. Он сказал буквально вот что. Ну, все это было великолепно. Вот. Он сказал, что он впервые почувствовал, что у них действительно получится, что все-таки они вернутся. То есть, до этого не было уверенности. Ну, сели-то хорошо, все прекрасно, а вдруг они там останутся. Вот. Но тут он почувствовал, что да, удача все-таки им благоволит, что они сумели подняться и приближаются к командному модулю. И он сказал, это было так здорово, как и слово не удалось разобрать. Звучит слово Ленка. Вот Ленка, это было так классно, как Ленка. И в этот момент, вот эта сияющая, улыбающаяся физиономия Коллинза и смех в зале, вот этот бурный. Именно это здорово, в смысле вот этот момент их возвращения, вот эта радость, что они вот уже подходят, все в порядке. Вот. Что за Ленка, да, интересно. Если я, если это не обман за слуха, слово Ленка, вот как я не пытался, в стенограмме там просто пропуск, просто, видимо, либо не расслышали. Вот у меня такое подозрение, может имелся в виду танец Летко, Летко Йенка, может быть, может он это Ленкой назвал. Ведь модный был тогда танец, финская полечка-то, Летко Йенка, это вот суперхит 66-го года, 65-го года. Очень популярный тогда танец. Ну, вот когда люди там выстраиваются в цепочку, кладут руки друг к другу на плечи и танцуют, так сказать, выбрасывая ноги то в одну сторону, то в другую. Вот эта замечательная мелодия, родившаяся в Финляндии. Вот, может быть, он ее имел в виду? Ну, я теряюсь в догадках. Одним словом, но обратите внимание, вот важно то, что здесь, что мы видим, полная раскованность. Но, веселье, где, кто там напуганный, как они там говорят, вы можете посмотреть, вы там не увидите таких ситуаций, где кто-то выглядит испуганным. Единственное, конечно, вот Майкл Коллинс, он немножечко зажат, немножечко это видно здесь, но почему? Ну, так понятно, почему. Майкл Коллинс, он же не был на Луне, он чувствовал постоянно, ну, как, конечно, он завидовал своим товарищам, ну, по-хорошему завидовал, конечно, он хотел бы там побывать тоже. Вот эта гигантская, фантастическая слава, которая свалилась на Одрина и на Армстонга, она лишь краем задела Коллинса, лишь каким-то краем. Он вроде бы был с ними, но он был все время на второй роли. Все время, вот как бы, эти двое были впереди. Ну, что он не был на Луне, а они были, с ним как бы не о чем было людям-то разговаривать даже, не о чем было даже его спросить. Чисто какие-то технические вопросы, понятные лично специалистам, а всех интересовало, а как там, а что там на Луне, что вы там видели, что вы там чувствовали. Естественно, вот он сидел на пресс-конференции, ему было задано буквально два всего или три вопроса, не больше трех, вот лично Коллинзу. А в основном вот сидели, разговаривали Олдрин и Армстонг. Конечно, он немножечко страдал, конечно, ему было неприятно все это, как бы чувствовать себя. Ну, на второй роли, как-то самолюбие немножко страдало его, но видно, что он так вот, чуть-чуть закомплексованный был такой. Ну, вот это вот этим объясняется, это же понятно по-человечески совершенно. Но при этом, когда ему нужно было говорить, он совершенно внятно, четко, ясно говорил, как прекрасный специалист, как очень грамотный человек, так сказать. Ну, вот, да, его, так сказать, поведение немножечко такое, конечно, адекватное тому состоянию, в котором он находился, безусловно. Причем видно, как он восхищался Армстонгом. Вот это видно. Он на него смотрит с восхищением. То есть Армстонг был настолько авторитетным человеком в этой компании, по крайней мере, в глазах Коллинза. И было за что? Человек был действительно выдающийся совершенно по своим личным качествам. И просто видно, что для Коллинза он был огромным авторитетом. Он восхищался ему. Он любил его. Это видно, как он смотрит на него. Он к нему обращался, как к старшему товарищу. Хотя они оба были полковники авиации, казалось бы, на равных, так сказать. Но вот, тем не менее, настолько велико было уважение Армстонгу, насколько силен был его авторитет в этом коллективе. И вот отчасти вот с этим связано такое поведение Коллинза. Ну, немножко такое, да. Немножечко, как бы, застенчиво, я бы даже сказал. Ну, давайте дальше. Пойдем. Пожалуйста, 19 слайд. Покажите. Вот здесь. Теперь мы переходим непосредственно к пресс-конференции. Вот здесь уже, как бы, в зале зажегся свет. До этого было темно, как мы видим. Вот с этого момента, вернее, здесь уже происходит пресс-конференция, то есть вопросы журналистов, ответы экипажа. Мы несколько, пять слайдов, давайте посмотрим еще. Я их прокомментирую. Вот вопрос интересный. Значит, репортер спрашивает, о полковнике Олдрин и мистер Армстронг. Был ли на Луне такой момент, когда кто-нибудь из вас был словно зачарован происходящим? Армстронг отвечает. Около двух с половиной часов. Опять бурное веселье в зале. Вот один ответ. Мы и видели этот момент в предыдущем слайде. Бурное веселье в зале. Два с половиной часа это время пребывания на Луне. Это ровно столько, сколько они находились от выхода на Луну до возвращения. Вот этот период времени он оценил как время полного очарования. Понятно. Дальше, пожалуйста, двадцатый, двадцать первый слайд. Здесь вот знаменитый вопрос про звезды звучит. Вот, пожалуйста, двадцать второй слайд. Покажите. Вот здесь то самое, к чему больше всего цепляются. Я сначала прочитаю, потом прокомментирую. Вот здесь про звезды видели ли они. Единственный такой вопрос, кстати, такого рода, который дает какую-то пищу луноборцам. когда вы впервые ступили на Луну. Ну, там до этого еще был вопрос многоточия. Второй вопрос. Чувствовали ли вы себя стоящими в пустыне? А, простите, это опять же, я забежал вперед. Это другой момент. Это еще не про звезды. Это еще немножко предыдущий вопрос. Про звезды потом. Чувствовали ли вы, что это был действительно какой-то другой мир? И вообще, ну, что вы ощущали в этот момент? То есть, он там долго говорит, журналист, что вот было ли это похоже на Землю или какой-то совершенно другой мир? И вот, что отвечает Олдрен? Опять же, ну, в наших умах не было вопроса о том, где мы находились. Бурный веселый смех в зале мы видим, да, атмосфера. Перед этим мы некоторое время вращались вокруг Луны. При этом мы испытали одну шестую часть земной гравитации. Мы были до некоторой степени освещены, и это освещение мы видели. Однако, в моем случае это была совершенно чуждая ситуация с застывшей природой светлого и темного состояния. И, конечно, вначале мы ступили на Луну в затененную область. Ну, то есть, было ощущение необычности какой-то. Армстонг сказал вот так об этом. Это застывшее и странно, странно другое место. Но оно выглядело дружелюбно для меня. И оно действительно оказалось дружелюбным. Вот это реакция астронавтов на впечатление от Луны. И, пожалуйста, 23-й слайд. Вот здесь мы видим вопрос о звездах. Вот этот. Тот самый знаменитый вопрос. Видели ли вы звезды на Луне? Спрашивает репортер. Пожалуйста, 24-й слайд покажите. Вот этот вопрос. Когда вы смотрели на небо, могли ли вы фактически видеть звезды в солнечной короне, несмотря на яркий свет? И Армстонг отвечает. Мы никогда не могли глазами видеть звезды с лунной поверхности или на дневной стороне Луны не глядя через оптику. Я не помню, какие звезды мы могли видеть в тот период времени, когда фотографировали солнечную корону. И Коллинз говорит, глядя так на Армстонга, я не помню, чтобы что-то видел. Вот. Вот все. Это все, что было сказано о звездах астронавтами. Вот перед глазами этот текст совершенно точный. Комментарии. Значит, первое. Вопрос стоял о фотографировании звездной короны. Вот видели ли вы тогда звезды на фоне звездной короны? Солнечной короны, простите. Они же, дело в том, что наблюдали Солнце за Луной и солнечную корону и фотографировали ее. Вот. И Армстонг сказал, что он ни разу не видел слонные поверхности звезды. Ни разу. Только через оптику какую-то, может быть, развеешь. Подтвердил Коллинз, что да, я не видел. И Оден помолчал, ничего не сказал. Ну, очевидно, он тоже не видел. Значит, он сказал, а я вот видел, допустим. То есть, никто ничего не видел. Как бы это нормально, это естественно. Физически так и должно быть. Ничего другого не следовало и ожидать. На фоне солнечного света, они же находились на дневной стороне Луны. Так же, как мы не видим днем солнца на Земле, так же они не видели днем на Луне. Звезды, я имею в виду, простите, я оговорился. Так же не видели астронавты звезды на Луне, находясь там днем фактически. Вот. Но луноборцы, тем не менее, вот, во-первых, есть такие луноборцы, как доктор, физмат наук, физик Попов, казалось бы, который вот почему-то утверждает, что должны были видеть такие все же. Вот как-то вот, но этот бред не стоит даже комментировать. А предъявляют им еще что? Вупрек, как бы не вупрек, а вот в качестве как бы разоблачения астронавта предъявляют, что как бы я не помню, да, сказал Коллинз, я не помню, чтобы что-то видел. И вот это, вот эта фраза, его коротенькую, буквально реплику, из нее раздувает, опять же, огромный пузырь вот этого псевдоразоблачения. Как же он не помнит? Так фраза-то, он не помнит, чтобы он видел. Он не сказал, я не помню, видел я или не видел. Он сказал, я не помню, чтобы я видел звезды. Вот о чем шла речь. В его памяти ни одной этот момент не запечатлелся, чтобы он бы наблюдал звезду с Луны или там на фоне солнечной короны где-то. Вот и все. То есть, на самом деле, речь идет о том, что да, они не видели. Никто, нигде, ничего здесь не путает, никто никому не противоречит. Абсолютно надуманная интерпретация слов Коллинза. Посмотрите внимательно его реплику, его мимику и каждый поймет, грамотный человек, что все обстояло именно так, как я говорю. Вот и все. И все. Больше не о чем говорить, так сказать. Вот из этого раздувает Бог знает что. Бог знает что. Что вот, ну все, я не буду повторяться, давайте пойдем дальше. Пожалуйста, слайд двадцать пятый. Прелестный слайд. Ну просто это опять характеризует атмосферу пресс-конференции. Вопросы, как они там все были напуганы, зажаты, там что там еще, бред сивой кобылы, да. Что мы видим здесь? Вопрос женщина-журналист задала такой. Будут ли по вашему мнению летать женщины в космос, вот в нашей космической программе, в смысле в американском. Ну, одна короткая реплика Армсенга, вызвавшая бурное веселье, он сказал, черт, я надеюсь на это. Вот, собственно, и все. Опять бурное веселье, то есть, легкая, приятная атмосфера, нет ничего такого, о чем говорят вот все эти безумцы, которые приписывают там какой-то страх, растерянность астронавтам. Ну, просто посмотрите все пресс-конференцию, чтобы понять, насколько глупо все это звучит. Но, я еще раз подчеркиваю, не читайте по возможности субтитры и, во всяком случае, избегайте любых, так сказать, русских источников в Рунете, которые что-то об этом там пытаются рассказывать. Боже упаси. И, пожалуйста, 27 слайд, последний. 27 слайд здесь. Вопрос задан такой был, довольно пафосный вопрос, журналист задал такой, как вы оцениваете вот последствия вот этого, что это будет значить для нас, для всех, для человечества, ваш полет. Тут много было, что сказано, тут, в общем, очень хорошо сказал Олдрин, развернуто подробно, сказал Коллинс, сказал и Армстинг тоже. Я не буду цитировать эти речи, что они произнесли, ну, достаточно адекватный момент у слова. Единственное, Армстинг назвал это началом новой эры, но, к сожалению, новую эру мы не наблюдаем в космических исследованиях, как-то все это, впоследствии, в общем-то, этот прогноз не оправдался. Конечно, в то время все виделось совершенно иначе. Но интересно, вот опять же, на самом слайде мы наблюдаем вот эту непринужденную атмосферу, шутливую, легкую, как Армстинг, значит, на этот вопрос обращается к Коллинсу, ты не хочешь, не хочешь ты начать, не хочешь попробовать на него ответить? Он говорит, после тебя. Вот что там прозвучало. То есть, опять это очень легкая, очень приятная атмосфера, ну, естественная атмосфера, в которой чувствовали себя люди, которые сделали большое, великое дело, чувствовали себя великолепно, чувствовали себя на вершине, конечно, мира, все они. Конечно, немножечко, немножечко страдал Коллинс, так сказать, от своей, вот как бы, от ощущения своей, как бы, себя на ступени ниже, чем свои товарищи. Конечно, великолепно чувствовал себя Армстонг, много шутил, ну, ему было лучше всех, комфортнее всех. Вполне себе уверенно держался Олдрин, ну, он всегда такой вот, очень такой серьезный, собранный товарищ. Он, собственно говоря, не раз вызывал смех в зале, но, как бы, я ни разу не увидел у него улыбок, лично у него самого. Ну, такой серьезный был парень, не улыбался практически. Вот так все закончилось. Это пресс-конференция. Пожалуйста, покажите 28-й слайд. Вот, это, как бы, картинка, фотографии астронавтов с текста с текста этой пресс-конференции, вот стенограмма на сайте НАСА опубликованная, там она завершается вот этим снимком этих трех героев человечества. 50-летний юбилей достижения, вот этого мы, которых отмечаем сегодня, так сказать, ну, как отмечаем, я отмечаю лично, ну, как, я не праздную, я не пью алкоголь, но я полон, так сказать, переживаний этого события, полон ощущений Ну, что, как раз суббота, суббота можно, шашлычок. Да, ну, в принципе, да, еще день впереди, может быть, еще стоит подумать, кстати, да. кто не понял, мы пишем накануне нашу программу, поэтому в пятницу. Да, конечно, то есть, вот, этот день, так сказать, еще раз подведем итог, и так, сегодня наступает 50 лет, вот этой даты первой высадки человека на Луну, это великое событие, безусловно, оставившее гигантский след в истории человечества, оно не единственное, после него было еще пять посадок на Луну, последнее в 72-м году, но с тех пор эта программа не имела продолжения, она была, в общем-то, прекращена, достигнув своих целей, прежде всего, политических, конечно. Вот этот оглушительный триумф Соединенных Штатов, я считаю, во многом предопределил развитие истории новейшей, вот последствия, все, что произошло в мире, так сказать, вот эта вся геополитическая катастрофа нашей страны, я считаю, была прямым следствием вот этих событий, то есть, как бы я не радуюсь этому, я просто констатирую факт, что безвольная сдача Советского Союза в лунной гонке, я считаю, предопределила его поражение в холодной войне и стала началом этого поражения, поэтому глупцы, которые заявляют, что американцы не летали на Луну, ибо делать там было им нечего, ибо незачем, вот этот вот бред, что это слишком дорого и как бы какой в этом смысл, да, это все оправдалось многократно, деньги, которые были потрачены, колоссальные деньги для того времени, безусловно, Америка вложила колоссальные ресурсы в лунную программу, это была полная концентрация ресурсов и воли, как сказал Коллинс на пресс-конференции, концентрация решимости всей нации для решения этой задачи, и они это сделали в конце концов, но, как бы, все эти затраты многократно оправдались просто тем, что Америка выиграла холодную войну, вот с этого все начиналось, я считаю, поэтому дата более чем значительная, мы можем, конечно, с грустью вспоминать о поражении нашей страны, я имею в виду, ну, я, скажем, в России в данном случае, но грусти не грусти, а история не имеет сослагательного наклонения, как известно, все это ушло в прошлое, а великое достижение, тем не менее, осталось, и, конечно, оно заслуживает восхищения. уважаемые друзья, мне остается только еще раз поздравить вас с этим знаменательным событием, знаменательной датой, 50 лет, ровно 50 лет назад, нога нашего с вами, представителя нашего вида, человека, вступила на первый космический объект в его истории, и я хочу пожелать нам и всему человечеству, чтобы еще при нашей жизни скоро уже мы увидели следующие покоренные человеком планеты, такие, как Марс, например, ну, а Венере с ее кислотными, с ее дождей, состоящие из серной кислоты, конечно, тяжело пока что мечтать, но Марс вполне доступен, и Соединенные Штаты уже заявляют о том, что скоро это событие состоится. Я в заключении хотел бы ваш прогноз услышать по этому поводу, чего нам ждать в ближайшие годы, покорение каких новых высот, Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, Дмитрий Борисович, извините. Вы знаете, уважаемый Василий, вот сложный вопрос, я не вижу пока воли, вот политическая воля в Соединенных Штатах, которая позволила бы решить задачу пилотируемого полета на Марс, решать ее, безусловно, придется. То есть, вопрос стоит так, кто первый будет, или Китай, или США. Россия, конечно, вне игры, это понятно, абсолютно, тут даже говорить не о чем. Причем давно, собственно говоря, вся эпоха путинизма, с самого начала путинизма Россия вышла из игры. Но вот Соединенные Штаты не проявляют достаточной, я бы сказал, именно политической воли. То есть, они копаются, они все никак не разберутся, какая им нужна ракета. У них до сих пор нет полного согласия в НАСА по поводу строительства нового тяжелого носителя, который в перспективе смог бы отправить корабль к Марсу. То есть, как бы они не ощущают себя в состоянии гонки. Вот та концентрация, которую Америка проявила в период лунной гонки, вот пока ее не наблюдается. То есть, они вязнут в бюрократии, они вязнут в обсуждении, там, скажем, двигателей, которые поставят на будущую лунную ракету, там масса предложений, они никак не определяются, вот эти НАСА-ские менеджеры, на чем именно нужно остановиться, чтобы было подешевле, я не знаю, и так далее. Как видишь, частная компания первая полетит, а не НАСА. Так вот, ну вот, да, но частная компания, у них нет тех ресурсов, все-таки, которые имеет НАСА, поэтому, поэтому мне трудно прогнозировать. Я думаю так, что вот пока мы не можем даже никакой очутить горизонт полета на Марс. Задача полета на Марс сегодня, она осуществима, в принципе, то есть, технически это возможно. Вопрос лишь просто, как бы, да, принять решение и включить обороты, как это было сделано в лунной программе, но они не включили до сих пор. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время, наверное, они включатся, когда почувствуют, что Китай, вот когда Китай высадится на Луну, и займется марсианской программой, вот тогда, я думаю, НАСА проснется. И тогда я буду болеть за них, конечно, безусловно. Друзья, еще раз желаю человечеству покорения новых космических и не только высот. Желаю, конечно, чтобы это все происходило в мирной обстановке, чтобы наконец-то установилось какое-то согласие людей и стран, населяющих нашу планету. И выношу от имени вас, уважаемые зрители, огромную благодарность Дмитрию Борисовичу Зотьеву за очередную прекрасную лекцию, которую лично я послушал с удовольствием, надеюсь, и уверен в этом, что и вы тоже. Спасибо вам, Дмитрий, и спасибо, уважаемые друзья. До свидания. Спасибо, уважаемый Василий, за возможность в этот прекрасный памятный день провести эту программу вместе с вами и с вашей помощью, безусловно. Я еще раз вместе присоединяюсь к вашему поздравлению, поздравляю всех зрителей канала и лично вас с этим прекрасным юбилеем, с юбилеем высадки человека на луну. Спасибо, всем пока и будьте здоровы. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok